Здравствуйте! Вы смотрите программу Де Факто. События и происшествия Гомельского региона в материалах наших корреспондентов. Не хватило до дома считанных километров. Под Калинковичем и перевернулся микроавтобус с пассажирами. Не смогли пройти мимо. В Гомелях хулиганы устроили погром автомобилей. 9 миллиардов едва не прошли мимо кассы. Следователи разбираются в обстоятельствах финансовой аферы в Чечерске, а также отголоски войны. В Гомеле на реке Сош найдены артиллерийские снаряды. Госавтоинспекция обращает на этой неделе внимание на неправильно припаркованные автомобили. До 25 августа на территории Гомельской области проходит специальный комплекс профилактических мероприятий по выявлению нарушений правил остановки и стоянки. Особенно внимательными необходимо быть автолюбителям областного и районных центров. Мобильные группы ГАИ будут осуществлять усиленное дежурство в Гомеле, Жлобине, Речице, Мозере и Калинковичах. Самая жесткая мера воздействия за нарушений правил стоянки – эвакуация транспорта. Для владельцев грузовой техники – блокировка колес. Ну и во всех случаях нарушителям, конечно, грозит денежное взыскание. Инспекторы будут составлять административные протоколы и наказывать водителей рублем. Стоит напомнить водителям, что нарушение правил парковки влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины. А также данная статья имеет повторность. Нарушение повторно в течение года правил парковки влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин. Для водителей грузовых автомобилей штрафы значительно выше. В первый раз нарушение правил парковки штраф составит пять базовых величин. В повторном течение года – десять. Несторожная езда привела к печальным последствиям. В Калинковичском районе на трассе границы России Гомель-Кобрин из-за усталости водителя пострадали семь человек. Пятеро отделались ссадинами, двое попали в больницу. Все они возвращались домой после заработков из-за границы. Не доехав буквально 30 километров до дома, микроавтобус, в котором они ехали, съехал в Кювет и перевернулся. Авария произошла вблизи деревни Малые Автюки Калинковического района. 35-летний житель райцентра уснул за рулем, после чего его «Фольксваген» свернул с дороги и съехал в Кювет. Машина перевернулась и получила механические повреждения. Проезжавшие мимо водителей вызвали скорую помощь. В итоге два пассажира микроавтобуса 1982 и 1984 годов рождения получили травмы и были госпитализированы. Хочется напомнить водителям, что согласно пункту 10.2 правил дорожного движения, водителю запрещается управлять в утомленном или болезненном состоянии. К сожалению, такое состояние может привести к таким печальным последствиям. ГАИ призывает быть внимательными на дорогах и велосипедистов. Все в том же Калинковическом районе за день до ДТП с микроавтобусом погиб велосипедист. При встречном разъезде на мужчину наехал микроавтобус «Мерседес Бенц». Водитель рассказал, что просто не заметил велосипедиста. По данным ГАИ, его велосипед не был оборудован световозвращающими элементами, не было фликеров и на одежде велосипедиста. Не смогли пройти мимо. В Гомеле двое нетрезвых парней, употребив изрядное количество спиртного, разбили двум припаркованным автомобилем лобовые стекла. Хулиганы отыскали деревянную палку и почему-то не нашли ей лучшего применения. Один из автомобилей они повредили на улице Богданово, другой на Фадеево. Как рассказали следователи, оба нарушителя – 18-летние жители областного центра. Ребята перебрали спиртного и не знали, чем заняться. В итоге один из них решил найти применение заборной доски, которую, с их слов, ребята нашли на одной из улиц микрорайона Гомсельмаш. Сначала разбили лобовое стекло автомобилю «Жигули», затем им чего-то не понравилось старенькое «Ауди». Как таковой цели они не преследовали. Это возникло спонтанно. Они решили попробовать, что будет им за это. Разбить стекло – это было для них как какое-то развлечение. Хулиганы нанесли по одному удару каждому автомобилю. Сначала попрактиковался один молодой человек, затем другой. Видимо, для того, чтобы в равной степени испытать и поделиться друг с другом впечатлениями. Сдать хулиганов милиции помог прохожим. В этот момент, когда они повреждали стекло в одном из автомобилей, на улице находился очевидец, который шел домой. Он услышал тупой стук, на что он прибежал во двор, увидел двое убегающих парней. Одного из них он остановил, попросил предъявить паспорт. Один из наших обвиняемых предъявил паспорт. Он записал его данные, после чего сообщил о данном сотруднике милиции. В результате причиненный автовладельцам ущерб был возмещен уже на следующее утро. За детей внесли деньги родители. Но, несмотря на это, против совершеннолетних нарушителей в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Ранее молодые люди не имели проблем с законом и характеризовались положительно. Модернизация на Чичарском винзаводе закончилась возбуждением уголовного дела. Предприятие, получившее деньги из госбюджета, решило направить их на создание участка линии выпаривания яблочного сока. В итоге, если бы не вмешались правоохранители, вместо сока быстрее бы выпарилась часть выделенных средств. Аванс в размере 9 миллиардов рублей был переведен на счет минской фирмы. Однако, подписанный акт выполненных работ под сомнение поставили сотрудники УБПВД Гомельского облсполкома. Как оказалось, вместо новой итальянской линии минский предприниматель приобрел в России ее дешевый аналог. Поставленное же оборудование скорее напоминало металлолом. В результате осмотра данного оборудования и проведения экспертизы было установлено, что это линия бывшего употребления, которая абсолютно не соответствует заявленным требованиям. На основании собранных по делу доказательств следствием предъявлено обвинение жителю столицы в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, были приняты меры к возмещению ущерба. На имущество обвиняемого уже наложен арест на сумму около 6,5 миллиардов рублей. Сюда вошла квартира в Минске и дорогостоящий автомобиль. В следствии же еще предстоит разобраться, почему в милицию не обратилась администрация завода. Не поладили всерьез. В Гомеле расследуются обстоятельства уголовного отдела, при которых был убит 45-летний пациент кожного венерологического диспансера. Среди обвиняемых знакомая погибшего, 29-летняя пациентка того же учреждения, с которой накануне произошедшего мужчина распивал спиртные напитки. После проведенного досуга между ними произошел конфликт. В результате женщина несколько раз ударила мужчину ножом. Как рассказали следователи, все случилось после того, как 29-летняя пациентка зашла в палату к мужчине, чтобы забрать свой нож. Оба вышли в коридор и между ними произошел конфликт. Что там происходило, сейчас выясняют следователи. Обвиняемая дает смутные показания, однако достоверно известно, что женщина нанесла своему обидчику два удара ножом. Одно из ранений оказалось смертельным. Правда, после него потерпевший еще некоторое время находился в сознании. Успел спуститься на нижний этаж и обратился к медикам за помощью. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате проникающего ножевого ранения грудной клетки с повреждением сердца. Вторая рана, обнаруженная на теле погибшего, находилась в области ключицы с повреждением мягких тканей и относится к категории легких. Обвиняемая – жительница Лоева. Женщина заключена под стражу. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее она привлекалась к ответственности за нарушение только административного характера. Распитие спиртного в общественных местах, безбилетный проезд, несоблюдение ПДД. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. В мотивах поступка пациентки в медучреждения разбираются следователи. На данный момент обвиняемая так и не рассказала следователям все обстоятельства произошедшего, ссылаясь на алкогольное опьянение в момент конфликта и провалы в памяти. К другим темам сотрудники Управления по наркоконтролю обнаружили и уничтожили свыше 4 тонн конопли. Посевы наркотического растения располагались на территории деревни Большевик Гомельского района. Очередная ликвидация наркосодержащих растений произошла в результате получения оперативной информации. Плантация конопли находилась неподалеку от жилых домов на заброшенном пустыре. При этом высота растений превосходила человеческий рост. Общая площадь посевов свыше 1 гектара. Скашивали коноплю сельскохозяйственной техникой, а уничтожали огнем. Надо добавить, что с начала специальной программы МАК на территории Гомельской области сотрудниками Управления по наркоконтролю выявлено около 600 дикорастущих плантаций конопли и МАКа. Уничтожено около 40 тонн наркотических растений. К административной ответственности привлечены 267 человек. Ежегодно проводится спецпрограмма МАК. Конопля уничтожается, но впоследствии она где-то в других местах произрастает тоже. Сама конопля может быть использована наркопотребителями для производства марихуаны с целью дальнейшего потребления. К другим темам сразу на двух гомельских пляжах были обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Сначала это произошло в пригородном поселке Чонки, а затем около пляжа в Новобелецком районе областного центра. Затем как обезвреживали боеприпасы наблюдала наша съемочная бригада. На Новобелецком пляже пустынно. Купание сегодня запрещено. Правда, в этот раз не из-за качества воды. Как выяснилось, река в этом месте таила другую опасность. Обнаружили ее спасатели освода. Во время тренировки водолазы заметили на дне предмет по форме, напоминавший артиллерийский снаряд. Людей эвакуировали, о происшествии сообщили в военкомат. Задачу серьезно затрудняло местонахождение боеприпасов. Чтобы обезвредить его, из Витебска приехала специальная группа десантников, которые имеют и саперную, и водолазную подготовку. У нас есть группа водолазов. Это Витебская 103-я мобильная бригада. Снаряд времен Великой Отечественной войны всегда опасен, потому что он находится в очень плохом состоянии. Любое взаимодействие с воздухом или так может привести к взрыву. После нескольких погружений в воду водолазы-саперы извлекли артиллерийский снаряд 122-го калибра. На дне СОЖа он пролежал более 70 лет. Взрыватель находился на взводе, а это значит, взрыв мог произойти в любой момент. Саперы говорят, что в последнее время сталкиваются с подобным регулярно. Без фактора погоды тоже не обошлось. В этом году в связи с тем, что именно река обмелела, частые вызовы у нас идут именно в район реки. Часто находятся снаряды на окраине воды, то есть на урезе. Река отступила, появились боеприпасы. Особенно это касается Ветковского района и Гольмского района. И в районе пляжей. Народ купается, вода прозрачнее сейчас стало, все видно. Глубина небольшая, поэтому часто находят именно в этих местах боеприпасы. Часто выезжаем. Огонь поразил сердце ангела. Комиссия МЧС устанавливает причину возникновения пожара в кафе с одноименным названием. Происшествие произошло на прошлой неделе ночью, как раз когда в регионе наблюдалась гроза. Версию с попаданием молнии в здание кафе сердца ангела специалисты рассматривают равно, как и другие, хотя и считают ее маловероятной. В результате пожара в помещении было повреждено оборудование, а также кровля и потолочное перекрытие на площади в 130 квадратных метров. В последнее время в кафе велись ремонтные работы. Сейчас специальная комиссия выясняет, по каким причинам произошло возгорание, явилось ли оно следствием прохождения электрического разряда или имела место банальная обеспеченность рабочих. По прибытию подразделения МЧС было установлено, что происходит открытое горение кровли и непосредственно задымление внутри самого кафе. Пострадавших нет, так как на момент происшествия кафе не работало, так и происходились ремонтные работы внутри помещений. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok